И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а сегодня у нас обзор на фигурку хищника от компании Нека. Это Ultimate Jungle Hunter. По моему сугубо личному мнению, это один из лучших, если не лучший хищник, которого когда-либо делала Нека. Собственно, именно поэтому он сегодня у нас в кадре. Ну что ж, давайте посмотрим на коробочку более детально. Как правило, Ultimate фигурки у Неки имеют очень-очень интересные и приятные коробочки. И этот не исключение. Во-первых, красивый красный цвет на обложке, что в принципе лично мне кажется достаточно странно, потому что хищник у меня всегда ассоциируется с зелеными тонами. Сверху тоже название. Хищник Нека. Сзади очень много фотографий самого хищника с аксессуарами и в разных красивых динамических позах. Сделано, конечно, очень-очень классно. Немножко биографии хищника. Я думаю, все прекрасно знают, что это за персонаж. И говорить об этом не нужно. Это хищник из первого фильма. Тот самый классический и каноничный. Вот, собственно, он без маски. Это не арты, это фото. Это очень-очень красиво и классно сделано. И вот, собственно, сам хищник с прозрачной передней частью, который показывает нам все аксессуары, которые идут с ним в комплекте. Ну что ж, давайте откроем данную коробочку, посмотрим, что внутри. Итак, фигурка открыта и это действительно один из лучших хищников, которых я видел и держал в руках. Он фантастический. Но давайте отложим все это дело в сторону и посмотрим более детально на эту фигурку, разберем ее плюсы и ее минусы, а все для себя сделают соответствующие выводы. И начать я предлагаю нам, как всегда, с аксессуаров. И вот у нас рука, которая шла в комплекте с данной фигуркой. Очень-очень хорошо сделана, хотя у меня вопрос по поводу костяшек. Почему у него на костяшках вот такие вот металлические зазубринки на других руках? Этого нет. Я не против, просто странно. Выглядит очень-очень классно. Покраска сделана действительно добротно. Когти сделаны, покрашены в черный отдельно. И вот этот грязный эффект такой на коже создает перекат цвета. Это очень красиво. И на ладони тоже все очень грамотно покрашено. Текстура ладони отличная. В целом, с покраской у фигурки все просто на 5+. Давайте чуть позже поговорим более детально о Ultimate фигурках Неки. В самом конце. Вторая рука, сжатая в кулак. Но это не совсем кулак, потому что я так понимаю, что у Хищника вот здесь в паланге нет, что ли. В всяком случае в фильме так было. Ладно, давайте не будем кривить душой от особенностей костюма. Но взято за канон. Сделано очень красиво и когти тоже покрашены. Далее. Есть достаточно странный аксессуар. Это... Давайте я возьму даже пинцет для этих целей, чтобы было проще и красивее. Это выстрел из его наплечной пушки. Вот, собственно, место, как и куда он должен вставляться. Но выглядит это на фигурке достаточно странненько. Чуть позже посмотрим, как это выглядит. Я не фанат этого аксессуара. Я его 100% не поставлю на фигурку. Далее, собственно, маска Хищника. Отличная. Просто фантастическая. Действительно, очень классная. Красота в простоте. Металлический цвет, текстура. Все это есть. Что меня смущает в данной фигурке? Я не скажу, что напрягает. Нет, смущает. Вот... Вот это место. Вот это что? Это... Это узор... Я не помню его в фильме. Специально пересмотрел. Вот это вот тоже. Или это иллюзия повреждения? Если это иллюзия повреждения, то это странное решение. Нет, я понимаю, что проще наклеить, нежели вылепить. Но странно. Я не говорю, что это плохо. Это просто странно. В остальном все замечательно. Красненьким покрашены точечки на его прицеле. И черные глаза. Замечательно. Маска не одевается на его лицо. Это просто аксессуар для того, чтобы либо положить возле Хищника, либо снять с него маску. То есть, одеть голову без маски. И дать вот это ему в руки. Ни больше, ни меньше. То есть, это просто декор. Едем дальше. С ним идет два черепа. Один без позвоночника и другой с позвоночником. Они чуть-чуть разные. Буквально граммочку. Как вы видите, вот этот более темный. Глазницы более темные. В остальном, просто чуть-чуть другая покраска. Но в целом, мне кажется, моделька взята абсолютно идентичная. Вы знаете, я категорически не против вот этих вот грязных мазков на черепе. Категорически не против. Мне кажется, это создает дополнительный реализм. И выглядит очень, очень классно. С этим черепом я его вряд ли буду позировать. Потому что это все-таки хищник, а не гамлет, бедный юрик. Вот это вот все. А вот эту вещь я, скорее всего, как раз таки и дам ему в руку. И поставлю его с этим на полочку. Потому что это выглядит очень, очень добротно и очень классно. Отлично. Отлично сделано. Далее. Плечевая пушка, которая выполнена просто фантастически. Я чуть позже объясню, почему я от нее в таком восторге. Но по детализации покраски здесь придраться вообще у меня никак не получается. Даже если сильно захотеть, никак. Она идеальна. Здесь и золотой, и серебряный, и черный, и грубые мазки для реалистичности потертости. И просто феноменальная лепка. Посмотрите вот на это. Вот на это. Это очень красиво. Очень, очень красиво. И, разумеется, пушка двигается буквально чуть-чуть. То есть она поворачивается и двигается. Почему я настолько от нее в восторге? Когда будем одевать ее на фигурку, мы об этом поговорим более детально. А также мы обязательно сравним этого хищника с моим хищником. И, собственно, я в конце сам расскажу, что по поводу всего этого дела думаю, чтобы не тратить ваше время сейчас. Ну и, наверное, самый интересный аксессуар, который я решил оставить на потом, это лицо хищника без маски. У меня всего два хищника и оба в масках, поэтому мне сравнивать не с чем. Но, вы знаете, у меня претензий никаких. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть больше теней, шейдинга. Вот граммочку, если просто покрасить поверх вот телесного цвета темным чуть-чуть, то мне кажется, будет прям совсем замечательно. Он, мне кажется, чуть-чуть желтит. Но, в целом, замечательно. Отлично сделанная голова. Очень классно вылеплены и покрашены дреды. Текстура кожи присутствует. И к ней у меня претензий никаких. Даже зрачки четко нарисованы. Однако, я его с этой головой явно не поставлю. Я не фанат внешности хищника. Итак, давайте посмотрим на саму фигурку. Фигурка просто, просто фантастическая. Я от него действительно без ума. Спасибо вам большое, ребята. Все, кто говорили о том, что мой хищник это скорее исключение, чем правило. И другие намного лучше. Именно вы, да, именно вы сподвигли меня на то, чтобы я посмотрел вообще, что есть на рынке из хищника. Потому что я их обходил стороной. И после небольшого ресерча я сделал для себя вывод, что это мой идеальный хищник. Было сложно его найти, но у меня получилось. Приобрел я его за 45 евро. Сегодня это та цена, которая на него есть. В онлайн магазинах на том же Амазоне я его находил за намного большую сумму. Там цены были от 50 и выше. Это без доставки. Здесь же я его нашел у нас в локальном магазине. Я никогда там ничего не покупаю и вряд ли вернусь. Далеко, сложно и так далее. Но он стоил 45. В магазине, где я его приобретал, его больше нет в наличии. Поскольку, как всегда, все фигурки, они лимитированы. Их не производят постоянно. Они имеют начало и конец. Я не успел в своем магазине фигурок, поэтому, если вы хотите найти данного хищника, поторопитесь. Посмотрите на дату, когда был снят этот обзор и отталкивайтесь от этого. То есть, он уже дорожает, его уже сложно найти. Фигурка отличная. Просто отличная. Давайте посмотрим на него более детально и пойдем сверху вниз. Также ознакомимся с его суставами. Итак, голова установлена на шаровом шарнире. Собственно, вот он, шарнир. Шея немножко удлинена. И, как вы видите, все аксессуары, вот эти вот, их можно будет снять. Хотя, я не думаю, что это кому-то взбредет в голову. Он замечательно смотрится и с ними. Одевается голова очень просто. Вот таким вот образом. И за счет вот этой вот длинной шеи... Да, если на него смотреть вот таким образом, он выглядит, конечно, очень странно. Но, когда мы смотрим просто издалека, это не вызывает никаких озабоченностей и проблем. И такая длинная шея позволяет ему хорошо нагибаться вниз. И замечательно смотреть наверх. Дальше сковывает движение дреды. Но при большом усилии он может смотреть аж вот так. Это отлично. Разумеется, голова вращается вокруг своей оси. Вы видели сустав. И наклоняется очень, очень хорошо из стороны в сторону. Это фантастический сустав. Отличный. За тридцатку вот в такой ценовой категории и такой сустав иметь я в восторге. Вот действительно, я в восторге. Далее по плечам. Плечи у него действительно разные, потому что на них аксессуары приделаны. Вот это плечо сделано из мягкой резины. Давайте я попробую это показать. Поэтому оно не сковывает движение. Однако, вот эти трубки, аккуратно с ними, когда будете гнуть его, если у вас есть данная фигурка, мне кажется, их достаточно легко оторвать. То есть, при натяжении, как видите, вот она натягивается. И то же самое у нас происходит, если мы попробуем его как-то выгнать. Вот лимит. Теперь же, что касается подъема руки. Рука поднимается. Вот как-то так. Выше она не идет. Вот и я не понимаю, почему. Потому что блокировки никакой нет. Этому суставу ничего не мешает. Возможно, если его, конечно, хорошо нагреть и разработать, возможно, будет лучше. Но мне, если честно, не горит. Я не против. Далее в бицепсе есть сустав, который позволяет... Вот он, этот сустав. Который позволяет бицепсу двигаться. И, как вы видите, это очень правильный сустав. Потому что, во-первых, его не видно из-за наплечника. А, во-вторых, он одет на фигурку. Он не нарушает структуру его текстуры. Поговорим об этом более детально. Или же познакомьтесь вот с этим обзором на хищника и чужого. Вот тут должна быть ссылка. В локте установлены двойные суставы. Аккуратно с этим локтем. Вот, собственно, проводок натягивается. И тоже локоть сделан отлично. Сустав замечательно спрятан. Он покрашен в цвет самой фигурки. Поэтому он не бросается в глаза. Этот сустав издалека не видно. Я, яркий представитель теории Зловещей Долины, этого сустава вообще не замечаю. Поэтому лично мне кажется, что это пять. Просто пять. Далее. В кисти чуть-чуть ниже локтя есть сустав, который позволяет руке двигаться. И компьютер открывается. Он открывается. И у нас внутри есть наклеечки с символами хищника. То есть это бомба его. Понимаете, то, что вот этому уделили внимание, добавили две небольшие петельки, приклеили наклеечки. Это замечательно. Это фантастически. Любовь к деталям. Это замечательно. Вот это то, за что мы любим Ultimate NECO. Далее. Кисть. Кстати говоря, здесь тоже есть те же самые костяшки. А тут нет. Окей. Костяшки есть только на одной руке. Ладно. Оставим это дело в стороне. Посмотрим на другого хищника. Он рядом как раз у меня стоит. Сейчас я так понимаю, что это в целом у хищника присутствует. Ладно. Едем дальше. В кисти установлена петля, которая позволяет ей вращаться вокруг своей оси. А также, вот сустав, кисть отлично ходит из стороны в сторону. Это еще не все. Далее. В диафрагме установлен сустав, который позволяет ему ходить буквально граммочку из стороны в сторону и чуть-чуть вперед-назад. А также вращаться. Текстура его кожи и вот этой вот сеточки отличная. Ровно. Да, есть небольшие помарочки, но издалека к этому очень сложно присмотреться. И, допустим, вот верхняя часть его грудной клетки, мне кажется, покрашена вообще отлично. То есть, ну, это сложно красить, как мне кажется. И это сделано на... На отлично. Это сделано просто восхитительно. И текстура кожи тоже присутствует. Далее. В поясе установлен сустав, который позволяет хищнику вращаться вокруг своей оси. То есть, два сустава в туловище. Замечательно. Далее. В ногах установлены суставы, которые позволяют хищнику садиться на полный шпагат. Вот это вот стандартный сустав неки, который позволяет ему шагнуть. Но шаг получается относительно прямым. И это, в принципе, неплохо. И точно так же нога замечательно отгибается назад. Я когда смотрел на него в обзоры, некоторые люди жаловались, что он у них практически не двигается. Как вы видите, в моем случае все отлично. Вот эти части сделаны из мягкой резины, поэтому движение никак не сковывают, как и набедренная повязка. Она сделана из мягкой резины, она вообще не сковывает движение. И точно так же она очень-очень хорошо покрашена. Далее. В основании ноги есть сустав, который позволяет ей двигаться. Я так понимаю, что это шаровой шарнир. Не совсем. Но да, она может двигаться вот таким вот образом. И это тоже замечательно. В коленке установлен двойной сустав, который аккуратненько спрятан под щитком. И колено совершенно свободно полностью гнется. Восхитительно. Следующий сустав у нас идет в щиколотке. Это шаровой шарнир, который позволяет щиколотке. Ну вот. Чуть-чуть. Буквально граммочку. Но этого в принципе хватает для того, чтобы фигурка стояла. Также мне кажется, что ноги у него очень большие. Непропорционально большие. По отношению к всему туловищу. Но. Но. Нужно отметить, что это правильное решение. Потому что он отлично стоит. Просто вот. И все. И фигурка встала. Для сравнения, два других хищника, которые у меня есть в коллекции, раз на раз падают. И на второй руке. Ибо суставы чуть-чуть разнятся. Здесь есть часть его брони, которая приклеена. Она сделана из более твердого пластика. Поэтому он доходит до... Нет, она не упирается. Рука выше не поднимается. Я думаю, если его нагреть хорошо. Потому что вот сустав. Я не понимаю, что может его сковывать. Если его хорошо нагреть и разработать. Наверное, рука будет подниматься выше. Хотя, опять-таки, меня все устраивает. И вот сустав бицепса, который есть. Но его не видно. Это отличное решение. Видите, он как бы одет на руку. Поэтому текстуры сустава не видно. Это восхитительно. И то же самое получается с локтем. Вот он сустав. Мне кажется, это замечательно. Это очень классно сделано. И последнее, на чем я хочу заострить внимание. Это вот эта часть его руки. И шипы, которые у него есть. Они выдвигаются до вот такого состояния. Чуть-чуть. Он у меня деформирован. Но я думаю, горячая вода сделает свое дело. Хотя я, наверное, даже так оставлю. Потому что, как бы, не критично. То есть, маленькая деталь. Мелочь. Но она есть. Высота фигурки. 20,5 см. То есть, он хорошо среднего размера. И вот все три мои хищника вместе. Ультимейт, естественно, намного, намного лучше, чем вот эти вот два товарища вместе взятые. Как вы видите, Falconer получается чуть-чуть выше. А этот, он просто прямо не стоит. Приходится коленки гнуть. И то, как вы видите, он вот... Как бы, вот в такой вот он позе относительно стоит. И то я его облокачиваю. Потому что, как-то по-другому его зафиксировать крайне сложно. И, кстати говоря, последний аксессуар, о котором я хотел бы поговорить и показать, как это все дело реализовано. Это пушка, которая, собственно, идет с ним в комплекте. Пушка крепится на двух штырьках. Вот они. Раз и два. Давайте снимем голову, чтобы лучше все это дело видеть. Значит, вот раз отверстие. И вот два отверстия. То есть, она должна одеваться вот как-то... Вот таким вот образом. И, вы знаете, вот как бы... Это отлично. Вроде как, ничего сверх гениального. Нет никакой ядерной физики. Но это действительно очень хорошо реализовано. Теперь мы одеваем сверху голову. И вот, собственно, как-то вот так вот все это дело у нас в финальном результате и выглядит. Нет, все-таки мне не нравится, как это выглядит. Это, конечно, классно, что оно есть. Но нет, я не фанат этого дела, поэтому оставлю просто вот так. Почему я говорю об этом в самом конце? Потому что у хищника, который у меня есть в коллекции, то у него пушка, во-первых, часть самой фигурки. Она не снимается никаким образом. Она просто убирается и все. А во-вторых, вот эти вот две части, они просто на штыряках крепятся. То есть вот. И то же самое происходит здесь. То есть это все держится на честном слове. В то время, когда в Ultimate версии пошли чуть-чуть дальше и задумались о том, как это можно реализовать, чтобы это хорошо, крепко сидело на фигурке и не падало, а также смотрелось красиво. Поэтому мне кажется, это замечательно. Итак, подводя итог этого видео, хочется сказать, что Ultimate фигурки от Neki это своего рода отдельный вид искусства. Или же выглядит как совершенно другая компания. Они на порядок лучше, чем обычные фигурки. То есть если сравнивать Neki обычную и Neki Ultimate, это совершенно выглядит по-другому. Это другой подход. Прям совершенно другой подход. Это намного лучше покраска. Это лучше материалы. Лучше реализованы суставы. Куча аксессуаров. И так далее. Поэтому если есть какой-то персонаж, который вам интересен, и у него есть Ultimate версия от Neki, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с данной фигуркой. Посмотреть, насколько ее реально приобрести. Потому что они очень классные. Все Ultimate фигурки, которые у меня от Neki есть, я от них в восторге. Это этот хищник, это Фредди, страйкер из Тихоокеанского рубежа, Годзилла, которую вот буквально недавно приобретал. И так далее. Это определенно, определенно очень хорошие фигурки. Плюс ко всему, Neki сама по себе сделала значительный шаг вперед в качестве. И за последние, я думаю, года два, где-то 19-20-й, они очень сильно улучшили все, в принципе, что они делают суставы, намного шагнули вперед качество покраски и так далее. Поэтому Neki на сегодняшний день это весьма, весьма хорошая фирма, на которую я могу все чаще обращать внимание. Поскольку я старался Neki раньше обходить стороной, если только не было выхода. И аналогов у данной фигурки в этой ценовой категории просто больше нет. Поэтому еще раз, этого хищника я всем советую. Если вы фанат хищника, то обязательно посмотрите, насколько этот товарищ доступен на рынке в вашем городе, в вашей стране и приобретайте, пока он есть, пока он не подорожал. Фигурка определенно очень-очень классная. Следующей ультимэт фигуркой, которая должна ко мне приехать от Neki, будет чужой из первого фильма, тот, который Big Chap. Я не знаю, когда она появится, поскольку рынок фигурок в настоящее время в очень плохом состоянии. Как только появится, обязательно будет на канале. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать. Как всегда, я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику на YouTube, либо же через мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Если вам нравится все, что происходит на данном канале, вы хотите его поддержать, то подписывайтесь на Patreon, видео там выходят чуть-чуть пораньше. Плюс там мы обсуждаем в закрытом чатике дальнейшее развитие канала, куда он будет двигаться дальше, какие видео будут выходить. Для сравнения, последние три биографии, которые вышли на канале, произошли именно с Patreon. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго!